Здравствуйте! Вы смотрите программу «Городская среда». Современные города – настоящая боль человечества. Толпы людей, переполненный транспорт, тонны мусора и загазованный воздух. Про страдания городских водоемов мы тоже не устаем рассказывать. Но оказывается, всех городских болезней можно избежать или хотя бы попытаться. Такие планы уже есть в США, России, Франции, Великобритании, Китае. А шведы уже давно ничего не планируют, просто делают. Последние 10 лет нас убеждали, что молдавская столица с каждым днем становится европейским городом. На деле все иначе. Хаотичная застройка жилыми монстрами, разрушенная инфраструктура, особенно дороги, сокращение рабочих мест, школ и детских садов. Мы как будто застряли между прошлым и будущим. А кишиневцы и вовсе разуверились и перестали питать надежды на лучшее будущее. И тем не менее, многое стало меняться. И чтобы оно было понятнее, мы приглашаем тех, кто его меняет в эту студию. У нас в гостях муниципальный советник от партии социалистов Республики Молдова Александр Одинцов. Здравствуйте. Здравствуйте. Накануне прошло заседание муниципального совета, которое, как мне показалось, предопределяет уже ход городской истории, будем так говорить. То есть ход жизни главного города страны. Ну, к примеру, такой частный, может быть, покажется момент, может быть, ну, будем говорить, так сказать, роспись в том, что уже состоялось. Муниципальный совет одобрил оставку генерального примара муниципи Акишинева Дарина Киртока, который, собственно, уже вроде как и не управляет городом, потому что находился под следствием. И сегодня, то есть, ну, его судьба, конечно, еще достаточно неопределенная. Будет ли это продолжено, это следствие, окажется ли он на скамье подсудимых или в очередной раз найдет, ну, не знаю, какую-то возможность уйти от, так сказать, меча правосудия. Но, тем не менее, Монсовет принял отставку Дарина Киртока. Нужно ли бы это сделать, как бы уже объявлено было две недели назад, что подал в отставку? Нужно ли было принимать? Станислав, ну, не совсем так. Мы не приняли отставку, мы приняли, есть такое СЛОА-акт, приняли во внимание отставку, то есть вершившийся акт. Это формальное действие, здесь не было необходимости голосовать, либо подписывать какую-либо бумагу. Однако в избирательном кодексе таким образом указано, и как нам объясняли наши юристы, наша позиция заключалась в следующем. То есть мы хотели бы, чтобы центральная избирательная комиссия, как компетентный орган по отставкам, назначениям выборов, референдумов и так далее, высказалась, что необходимо сделать муниципальному совету в этом случае. Потому что начинаются непонятные спекуляции, то есть то, что Дарин Киртока наконец-то подписал заявление о собственной отставке, если бы он, кстати, если бы он это сделал раньше, мы бы не потратили 9 миллионов на референдум, но давайте, сэкономили бы эти деньги. И понятно, то есть ничего не изменилось с этого времени. И мы приняли во внимание, либералы особенно настаивали на этом вопросе, я так понимаю, здесь, наверное, скроется какая-то политическая подоплека, которой они потом, скорее всего, будут спекулировать. Мы приняли во внимание факт, озвучил его секретарь муниципального совета, господин Талмайч, о том, что Киртока подал в отставку, и сам факт, что муниципальный совет принял во внимание, будет направлен в Центральную избирательную комиссию, которая уже дальше будет принимать решение. Мы же исходили из того, что сначала Центральная избирательная комиссия должна определить наши действия муниципального совета, и дальше мы бы выполнили всю процедуру. Мы давно выступали за отставку Киртоки. Вот это было в первой части заседания. Во второй части был принят целый ряд решений, которые, как мне кажется, становятся резонансными для горожан. В частности, социалисты добились разблокирования ситуации с муниципальным фондом Кишинева. Почему это так важно? Я думаю, что горожанам тоже было бы интересно. Я хочу повторить, что фракция социалистов не голосует за земельные вопросы, связанные с сдачей в наем, в аренду и так далее. Все, что касается имущественных отношений, мы понимаем эту важность, но мы считаем, что нужно сначала решить социальные вопросы. Вопросы, когда люди, пенсионеры, люди с низким достатком не имеют возможности оплачивать коммунальные платежи, в том числе и на отопление и так далее. Более того, самое обидное о том, что выделены суммы, а эта сумма, есть сумма 22 миллиона лев в бюджете на 2018 год. Мы 22 декабря 2017 года утвердили бюджет, утвердили и 22 миллиона на социальные вопросы. Это только одни. К сожалению, решением правительства, фонд социальной поддержки населения, муниципальный фонд был ликвидирован. Он был включен, все социальные выплаты должны происходить через национальный фонд социальной помощи. Однако не было разработано регламента, каким образом это все было делать. Нам удалось это разблокировать, и люди, надеюсь, в ближайшее время будут получать те деньги, которые уже предусмотрены в бюджете, и они должны их получить. И это одна из немногих социальных программ, которые фракция социалистов отстаивает помощи. Это помощь слабовидящим, помощь слабослышащим, получение специальных аппаратов для улучшения слуха, протезирование зубов. Это мы в предыдущем более 5 миллионов было для ветеранов и для пенсионеров за счет бюджета. Очень многие вопросы. Компенсация кодопартии на горячую воду. Компенсация 30-40% на отопление по горячей воде. Это все социальные гарантии, все социальные гарантии, которые делает бюджет. За счет бюджета это фактически выдана фракция социалистов. Я так понимаю, что социалисты добились и того, чтобы, например, назначение руководителей муниципальных предприятий проходили исключительно через процедуру конкурса. Мы давно это отстаиваем. Или пока это еще стадия обсуждения. Можно сказать, чтобы уже как завершенный момент. Мы с самого начала получения мандата в 2015 году, более того, даже в предвыборную кампанию местную 2015 года, одно из ключевых условий, ключевых обещаний в предвыборных программном пункте было избрание всех руководителей муниципальных предприятий, муниципальных подразделений, любых руководителей, чиновников на конкурсной основе. И вот в данном случае, мы считаем, руководитель должен назначаться на конкурсной основе. Не может быть такого, чтобы не должно быть, неправильно. И мы показали, вот либеральное иго, вот десятилетнее, оно наконец-то, мы от него понемножку избавляемся. Вот это вот болото, которое было, когда одноклассники, куметры, наноши и так далее. Господин Сафроний, бывший начальник управления капитальных инвестиций, племянник бывшего вице-премьера министра Бреги. Гомрецкий, одноклассник Киртуаки и так далее. То есть госпожа, бывший начальник управления экономики является племянницей также бывшего вице-премьера. То есть мы видим такую вот клака либеральной команды. Это все одноклассники, а должны назначаться технократы, должны назначаться специалисты. Причем назначаться каким образом? Все желающие люди профессиональные, которые могут послужить обществу, должны назначаться на основании конкурса. Точно так же, как мы, местные избранные лица, мы на основании получения мандата доверия от граждан, мы служим гражданам, пытаемся защищать их интересы, вот в противоставлении с этой такой коррупционной машиной. Точно так же, граждане, которые желают послужить обществу, должны на конкурс муниципальных предприятий, управлений, архитектуры, неважно, любое предприятие, подразделение назначаться на основании чистого прозрачного конкурса. Тогда мы получим профессионалов, тогда возрастет эффективность. Хотелось бы, чтобы это стало уже данностью в столице, потому что тогда мы, наверное, ушли бы, и любая другая власть, кто бы не строил бы в главном городе страны, ушли бы тогда от обвинения гражданским обществом в коррупции, от обвинения кишиневцами в том, что власть пристраивает к себе теплые места тех, кто им выгоден. В этой ситуации уже выстроилась бы команда. И, наверное, рассматривалась бы должность столичного градоначальника тоже как должность, которую должен занимать человек профессионального сложения и ума, и, наверное, и совести. Потому что ведь, когда ты отвечаешь своему предназначению, я имею в виду профессиональному предназначению, допустим, в данном случае хозяйственник, руководитель большого города, тогда, наверное, это и отметает все попытки рассматривать свою должность как источник своего личного обогащения, либо, наоборот, обогащение какого-то клана, тем более партии. Мы на сегодняшний день знаем, что либеральная верхушка столичной мэрии – это практически, будем говорить, кассиры либеральной партии, люди, которые поставляли туда финансовые средства и которые давали возможность этой партии каким-то образом оказывать влияние в стране. На сегодняшний день мы понимаем, что благодаря усилиям и оппозиции в муниципальном совете, и состоявшейся, наверное, консолидации все-таки на основе каких-то общего понимания, что в городе жизнь надо менять, в общем-то, и меняется, наверное, отношение к столичной власти. Ну, это мое отступление. Если продолжить, опять же, внимание к тому, что происходило на муниципальном совете, вот хотел бы обратить внимание кишиневцев и на тот момент, что на заседании большинством голосов было одобрено получение внешнего гранта, и, я так понимаю, эти деньги пойдут на реставрацию лестницы, столь любимой кишиневцами лестницы, которая ведется к главному озеру, наверное, такому водоему, центральному водоему в столице озера Валя-Морилор, бывшее Комсомольское озеро. Ну, вот если можно поподробнее здесь, что это за грант, как он будет потрачен, как будет осуществляться контроль и насколько лестница действительно станет, ну, не знаю, самым таким любимым местом. Станислав, речь идет о почти миллионе евро. Это 925 тысяч евро, которые выделяет правительство примарии Бухареста. Несмотря на то, что это все-таки Бухарест, год унирия, мы убедились в том, и мы нас заверили, никаких унионистских лозунгов и так далее абсолютно в данном проекте нет. Но если наши внешние соседи решили помочь, этот грант был одобрен ранее, нас удивили другие вещи. То есть мы не против внешней помощи, мы не против, мы бедная страна, бедный город, и когда мы получаем помощь, нам оказывали внешнюю помощь, и весь город построен фактически с помощью наших российских друзей во времена Советского Союза, и сейчас она достаточно оказывает определенную помощь, в том числе консультативную. 925 тысяч выделяет примария Бухареста, 5% из общей суммы гранта, это приблизительно около 940 тысяч леев, должны были выделить муниципальные советы. В самом гранте и в самом соглашении о предоставлении данного гранта, это не кредит, мы не должны возвращать проценты, это целевой грант, то есть именно под реставрацию, гранитная лестница, которая ведет от Госуниверситета спуск к Комсомольскому озеру, знаменитая гранитная лестница, которая простояла с 1956 года, с момента создания вообще Комсомольского озера, сейчас звали Морилор. Нас удивили другие вещи. То есть, ну, во-первых, нам не предоставили в бюджете, зная о том, что этот грант одобрен был еще в прошлом году, в бюджете не были предусмотрены вот эти 925 тысяч леев. Мы сейчас вносили изменения в бюджет. Вот эти 10%, которые должны... 5% от суммы гранта, да, муниципальный совет должен потратить своих денег, исходя с гранта. Нас удивили и насторожили другие вопросы. Ну, в данном гранте была указана цифра. Общая стоимость реконструкции Валя Морилор, бывшего Комсомольского озера, назвали в 54 миллиона леев. А мы вспоминаем, я думаю, что вы, журналисты, сможете найти эти кадры, когда мы на заседании муниципального совета в феврале 2016 года нам представляли проект решения о передаче на баланс. То есть, когда была реконструкция озера, выполняла определенная фирма AutoComTrans, и мы знаем о том, что господа либералы хотели специально банкротить данную фирму. То есть, этой фирме специально они выплачивались деньги, для того, чтобы она банкротилась. То есть, как бы, ну, фирма как фирма, акционерное общество, у которой, кстати, муниципальный пакет имеет, муниципальный совет имеет мажоритарный процент акций, больше 50%. Дело не в самой фирме. Дело в том, что на балансе данной фирмы находится 7 гектаров земельного участка на старой почте, который кто-то, и мы знаем, что это даже кто, из либеральных, бывших, бывших либеральных депутатов, положил глаз на эти 7 гектаров, забрать их за копеечную стоимость 3 миллиона леев они хотели, за 7 гектаров, вот, представляете, во сколько вам походится 1 сотка. Это смешно. Они хотели забрать этот участок. Так вот, помимо того, что они хотели банкротить эту фирму, они указали стоимость всех работ на Комсомольском озере 54 миллионов леев. У нас возник диссонанс, так называемый. В феврале 2016 нам предоставляют проект решения передачи на баланс спация вверх зеленого хозяйства всех этих работ, где была указана цифра 71 миллионов леев, зачеркнутая ручкой. Вот мы получаем проект решения, где ручка зачеркнута цифра 71 миллион леев переправлена на 76 миллионов леев. Плюс 5 миллионов. 54 миллиона. Да, плюс 5 миллионов в этом проекте решения. И у нас возникает вопрос. 76 миллионов минус 54 миллиона. Уже мы, господа, 22 миллиона леев, а куда они девались? Какой цифре нам нужно верить? 54 миллиона леев, которые указаны в контракте, подготовленном с премарию Бухареста в предоставлении внешних грантов, либо тому проекту решения, который нам мы когда-то рассматривали. Какой цифре верить? Сколько на самом деле стоили работы по Комсомольскому озеру? Мы в феврале 2016 года, и мы ранее говорили, и после этого говорили, и просили предоставить нам документы, накладные цифры. Ребята, что мы принимаем на баланс? Какие работы выполнены, какие работы не выполнены? Выполнены ли вообще данные работы, насколько качественно? К примеру, дамба на пляже, она выполнена некачественно, потому что что мы видим? Каждый раз эта дамба затопляется, она выполнена с нарушением на работу, то есть не тот уровень. И мы обратились к секретарю муниципального совета, мы попросили сделать обращение от имени муниципального совета в счетную палату и в цена. Пусть, уважаемые господа, в счетной палате проводят аудит всех цифр, потому что нам на ушко шептали о том, что стоимость квадратного метра плитки в два раза выше, чем в тот момент по рынку, то есть в момент проведения работы. И кто-то из либералов на этом зарабатывал. Стоимость металла, которым огорожено все Комсомольское озеро, также значительно превышает, и также сами работы превышает, светильники, то есть все работы, которые были, значительно превышают бюджет, то есть значительно превышают цену на рынке. Ну, давайте вспомним эту, как Киртуаков выражался, жемчужину, вот, ротонду, которая была выполнена, слава богу, что там была выполнена, мы помним протесты и требования гражданского общества, тогда еще гражданское общество попросило отреставрировать эту ротонду. Ну, господин Киртака, причем гражданское общество левого толка, господин Киртака решил пропиариться на этом, молодец, то есть не вопрос, сделал, но он даже на этом умудрился. То есть на том... И пропиариться, и заработать. Да, он и пропиарился, и заработал, то есть на том объекте, который он назовляет как жемчужина, как изумруд в коллекции Кишинева, ну, не в данном случае в его коллекции, он украл 3 миллиона, то есть откуда? Выделили 12 миллионов леев, а было потрачено 15 миллионов леев, то есть дополнительно потратили еще 3 миллиона леев. И дальше мы видим следующую схему, которую либералы постоянно используют. В законе, к сожалению, указано о возможности якобы дополнительных работ потратить не более 30% от стоимости объекта. И мы видим, что Олег Руссо, Штефан Чалмарь, все объекты, которые выполняли либералы, они не укладывались в стоимость проекта, которая была утверждена. Ротонда, которая была выполнена, утвердили смету 12 миллионов леев, потратили 15 миллионов леев. На 3 миллиона леев можно купить вполне приличный изумруд, бриллиант и так далее в личную коллекцию господина Киртуаки. Я думаю, что он так и сделал. Вот что нас заинтересовало, и мы очень надеемся, что ЦНА наконец-то разберется в этом плане. Другие коллеги наши заявляли об обращении ЦНА, то есть коррупционного ведомства к муниципальному совету с необходимостью утвердить потери бюджета и потери муниципальных предприятий. То есть нам говорили о необходимости наведения порядка. Нам говорили о нарушении, но мы должны как бы заявить об этом. И вот 69 миллионов леев – это второе уголовное дело, в котором обвиняется господин Киртака, когда он без разрешения муниципального совета выделил напрямую полицейским, которые имели решение суда, 69 миллионов леев. Но в решении суда указано не выделить 69 миллионов леев, а выделить квартиры. Причем не указано выделить квартиры в собственность. Указано предоставить жилье, социальное жилье. Пожалуйста, живи в социальном жилье, но ты его не имеешь права приватизировать. То есть ущерб бюджету муниципия только на основании квартир – 69 миллионов леев. На 69 миллионов леев мы могли отреставрировать еще одну улицу Олега Руссо. – Ну, талантливый человек, наш бывший городначальник, я думаю, что в местах не столь отдаленных, с его талантами он получит дослуженное уважение. Потому что, в принципе, там такие… – С его профессией шоуменом он будет выполнять другие функции. – Ясно. Вот еще о чем хотелось поговорить. Мы в нашей студии неоднократно и с вами в том числе говорили о состоянии наших, не просто дорог, наших главных магистралей столицы. Что необходимо, кроме того, что должна быть хорошая правильная разметка, гладкое дорожное полотно. Но должны наши перекрестки быть освещены и оснащены специальными сигнальными устройствами, так называемыми светофорами. И не просто, а еще и дополнительными светофорами. Я почему затронул именно эту тему? Потому что вот один из ваших последних постов в социальной сети как раз и говорится о том, что неоднократно обращали внимание администрации города на необходимость установки дублирующих светофоров. Тех, которые помогают водителям легковых автомобилей правильно реагировать на ситуацию на дорогах, на изменения движения трафика, вовремя тормозить, вовремя стартовать. Вот почти чем вызвано на этот раз такое очередное упоминание этой ситуации. Мы сегодня видели в прессе, к сожалению, на порталах было указано авария на перекрестке Сергея Лозо и Штеф Мачалмаре. Троллейбус врезался в такси. К сожалению, пассажирка такси, женщина около 50 лет, что-то такое, она, к сожалению, погибла. Врачи не смогли спасти. Сам водитель в тяжелом состоянии. И происходит это почему? Я, кстати, после этого проезжал и был свидетелем... Это же супруга известного чиновника. Да, супруга из Министерства образования, чиновника. Я буквально через час после этого события проезжал по Штеф Мачалмаре на пересечении с другой улицей, видел, как один из автомобилей также проехал на красный свет. Почему это происходит? Вот я проводил специальный эксперимент, об этом писалось в начале 2016 года, когда только установили светофоры по Штеф Мачалмаре. Вы стоите на стоп-линии, по правилам, остановился на стоп-линии, и я светофор не вижу. Я для того, чтобы увидеть светофор, я должен наклониться за счет козырька и выглядывать в окно, либо ориентироваться по светофорам для пешеходов на перпендикулярной улице. Только таким образом я могу увидеть сигнал. И получается, следующим образом, человек, который пересек стоп-полосу, и в данный момент загорается красный свет, если бы был дублирующий светофор, он бы остановился и пропустил бы перпендикулярное движение, то есть движение справа, он бы пропустил, потому что он видит знак светофора. А в данном случае он не видит знак светофора, зажигается красный свет, кто-то начинает газовать, кто-то пытается быстрее успеть, его не видят на самом деле. И получается огромное количество аварийных ситуаций. Мы с момента внедрения этих светофоров и неустановки дублирующих светофоров, у нас было большое количество аварий на Штефна-Чурмаре, об этом полиция ГАИ, кстати, полиция Рутиера заявляла. Почему это не было сделано? По СНИПам мы задавали вопрос и нынешнему исполняющему обязанности управления транспорта господину Бутучева, он сказал, что по СНИПам должны делать. А вот почему не было сделано? Вот в этом вопрос. Если это не предусмотрел Кишинев проект, а я не думаю, что в Кишинев проекте сидят тупые люди, которые не разбираются в свод норматив и правил строительства, в СНИПе четко указано необходимость дублирующей светофора. Значит, им кто-то сказал. А кто он много сказал? Мог сказать только одноклассник Киртуак и господин Гомрецкий, который достраивает себе дом в полторы тысячи квадратных метров, мы об этом уже говорили, и сам господин Киртуак. Видимо, там дополнительные действия в семафоры, они необходимы больше. Вот представьте себе, по всему протяжению Штефана Чалмарии не установка дополнительных светофоров, на этом экономится приличная сумма. И кто-то сэкономив себе деньги, кто-то украв деньги, вот сегодняшнее, к сожалению, привело к гибели человека. Вот кровь этого человека, к сожалению, на совести тех чиновников, которые себе поставили эти деньги в карман, они обязаны были. Наша задача муниципальных советников, муниципального совета, ну мы, как муниципальный советник, мы разрабатываем регламент и утверждаем бюджеты. Задача чиновника в управлении транспорта, а также главного управления архитектурой Кишинева проекта, делает более безопасным движение. У меня до Нового года я был в Ясах. Я удивился, впервые видел, честно-честно, то есть светофор, поворот направо, и вот при повороте направо стоит столб, и на уровне глаз водителя вот небольшой фонарик со стрелкой, указывающей направо. То есть там небольшой светофорик, который, если я не успел пересечь, вовремя совершить маневр поворота направо, у меня небольшой светофор на уровне моих глаз, специально для водителя, совершающих маневр, есть еще небольшой светофор. То есть подтверждающий, что маневр можно производить. То есть да, маневр, то есть о том, что зеленый еще горит, ты можешь совершить маневр, либо уже красный ты не можешь совершить, потому что там большая магистраль, и кто-то может нестись, и, соответственно, будет аварийная ситуация. То есть дополнительно, дополнительно одна лампочка может спасти чью-то жизнь. В данном случае тот придурок, который это не сделал, вот, к сожалению, погиб человек из-за этого. Это уже преступник. Это преступник. И мы сегодня не успели, но завтра мы обращаемся также в правоохранительные органы. Мы, кстати, до сих пор не имеем пакета документов на реконструкцию Штефа на Чалмаре, хотя мы неоднократно запрашивали эти документы. Их прячут, вот эти документы. Почему? Потому что я уверен, была информация до сих пор о том, что Цена также расследует вопрос реконструкции Штефа на Чалмаре. Но, видя, как делали Олегу Руссо, кстати, Олегу Руссо также приняли с большими нарушениями и недоделками. К примеру, вот на Московском проспекте, с пересечения с Олегу Руссо, там, где переходят жители, должен стоять островок безопасности, который должен возвышаться над дорожной полотной. И мы видим, там, кстати, также неоднократно сбивали людей, были аварии. Люди, перебегая, они могли остановиться на островке безопасности. Там, где машина заехать специально огорожена, и это нужно сделать для блага, для безопасности людей. Но кто-то предпочитает себе строить дом и получать откат из парковок. Странно, ведь такие дополнительные дублирующие светофоры когда-то были данностью в нашем главном городе страны. Я помню, в 80-е годы висели такие небольшие светофоры, игрушечные, казалось так, для чего они нужны потом, когда уже стал ездить за рулем, понимал. Настолько продвинутые технологии, причем эти светодиодные технологии, они недорогие. Мы видим в Лондоне, ну, понятно, Лондон это богатый город, в других городах делается такая полоса, то есть, когда человек подъезжает к светофору, к пешеходному переходу загорается красный свет, у него возникает перед ним лазерная стенка, то есть, он четко понимает, что не увидеть ее невозможно. Ну, сейчас у нас устанавливают в некоторых местах красные светодиоды, освещающие пешеходную полосу, и наконец-то стали, после многократных требований, в том числе наших, стали освещать пешеходные переходы как элемент безопасности. Потому что реально, когда проезжаешь, ну, не видно пешехода. Кстати, в Беларуси, и не только в Беларуси, я был поражен тем, школьники, родители школьников штрафовали за то, что на одежде школьника нет светоотражающих элементов. Любой человек, который идет вдоль трассы, вне города, вне освещенной трассы, без элементов отражения, то есть элементов отражателей, они копеечные. Взял, прилепил себе на сумку, на плечо, на куртку, на что-то не важно, есть обручи, есть декоративные, есть красивые, хоть что-то, чтобы отражалось. Вот в соседнем Террасполе уже подобное такое выдается даже. Даже у нас, это копейки, но когда водители едут на скорости, человек, особенно ночью, особенно в дождливую погоду, человека в темной одежде не видно. И, соответственно, его можно сбить, не дай бог, то есть приводить. Один отражающий элемент способен спасти человеку жизнь. Вот почему это не внедряться? Это должно также внедряться и у нас. Ну, это когда во главе угла всех решений будет именно судьба человека. Я не имею в виду конкретного человека, который думает о том, как построить большой тысячей квадратный метровый дом. А среднестатистический кишиневец, вот когда его интересы будут интересами, будем говорить, столичной мэрии, тогда, я думаю, сдвинется все радикально. Но, тем не менее, наблюдая за тем, как проходит заседание муниципального совета, мы, журналисты, для себя отмечаем. Вот лед тронулся. Есть такой разворот именно к нам, к кишиневцам. Разворот к тому, что затрагивают проблемы тех, кто наиболее нуждается в решении своей судьбы. То есть, вот когда разблокирован был фонд, и, значит, самые малоимущие почувствуют какую-то, пусть элементарную, пусть не очень, будем говорить, высокоденежную, но очень необходимую для них эту помощь. Сегодня проходили, кстати, вы проводили публичные слушания, если не ошибаюсь, по социальному жилью. Или, может быть, статусового мероприятия несколько иначе звучит, но, тем не менее. Приглашали, я так понимаю, присутствовали представители гражданского общества, были чиновники, руководители ряда предприятий. Вот в целом, понятно, что задача стояла, то есть, предложить или разработать, или идея разработки регламента по социальному жилью. В начале беседы мы как раз затронули эту тему, когда говорили о полицейских. Тема социального жилья сегодня актуальна, ведь, несмотря на доступность ипотечных кредитов, тем не менее, они съедают, мне кажется, 90% всех доходов простой кишиневской семьи, поэтому назвать их доступными сложно. Насколько необходимы, насколько высок запрос на социальное жилье? Как реализовать этот проект? Понятно, можно начинать с регламента, но тем не менее, что надо заложить в регламент, чтобы избежать всех подводных жилье, это один из элементов выживания Республики Молдавия. Объясню, почему. У нас на сегодняшний день соотношение работоспособного населения, то есть, тот, кто работает и выплачивает в соцфонд, в кассу медицинского страхования, пенсионный фонд, соотношение к неработающим, к тем, кто получает, к пенсионерам, приблизительно 1,1,3 к 1 нормальное состояние экономики, когда три работающих человека выплачивают в пенсионный фонд, из пенсионного фонда обеспечивают пенсионера, тогда ему можно платить полноценную нормальную пенсию и развиваться. Ну, это всемирная тенденция к старению населения, и вот такая, но мы имеем, я извиняюсь, приблизительно 700 тысяч, цифра, говорят, до миллиона граждан, которые уехали за рубеж, это работоспособные граждане. А почему люди уезжают? А люди уезжают, а, потому что здесь невозможно зарабатывать себе на кусок хлеба, б, невозможно заработать себе на жилье. То есть, молодая семья, которые недавно поженились, работая в Кишиневе, если это даже бюджетная организация, то есть, она учительница, он полицейский или кто-то, не важно, получая зарплату, им хватает ровно оплачивать коммунальные, и может там что-то покушать и так далее. Вот заводить в этих условиях ребенка уже достаточно сложно, потому что люди задумываются, больше этого ребенка не хотят иметь, в 2, 3 и так далее, 3 это уже роскошь на сегодняшний момент, а купить себе жилье абсолютно нереально. И мы видим людей, которые пытаются снимать, живут о родственниках ютятся в общежитиях. И на сегодняшний момент у нас дефицит кадров, к примеру, нянек, воспитательницы в детских садах. У нас дефицит, ну вот Майя Сандо поувольняла, закрыла 200 школ, рассократила около 10 тысяч учителей по всей, а сейчас у нас дефицит учителей. У нас дефицит нормальных кадров, дефицит нормальных врачей, молодых врачей в медицинских учреждениях. И люди, самое главное, еще в Кишиневе, если хотят работать, то в село никто не хочет ехать работать. Ну, в данном случае я рассуждаю с точки зрения муниципия. Мы предлагаем следующее. Это ни в коем случае не поддержка или не копирование той программы, которую пытается сделать правительство. Нас возмутил факт на прошлом заседании. Нам был предложен проект, мы его вынуждены были, скажем так, поддержать, в отделении 10 миллионов лев на закупку социального жилья. Раз. И второй проект, регламент, то есть каким образом распределять социальное жилье. В этом регламенте указано следующее. Он разработан на основании постановления правительства. И там указано, 50% квартир должно распределяться молодым семьям, 15% квартир семьям, у которых дети с тяжелой степенью инвалидности, 10% детям-сиротам, которые достигли совершеннолетнего периода, 15% детям, семьям, у которых родились тройняшки, четверняшки и так далее. И еще там какие-то категории граждан. Там не указаны многодетные семьи. Вот почему-то не указаны. То есть, у которых родилась четверняшка, вроде бы многодетная семья, но обязательно четверняшка. То есть, если ты родил по очереди, ты уже не подходишь под эту категорию. Мы предлагаем более эффективное рациональное использование денежных средств и бюджета. То есть, на 10 миллионов лев. Эта цифра могла быть увеличена до 50 миллионов лев. Мы предлагаем ипотечную поддержку на гарантии бюджета муниципия. То есть, а. Нам, мы, бюджет, примарим в муниципе Кишинева. Договариваются или проводят конкурс с банками. Кто захочет и кто из банковских структур. Абсолютно неважно, кто это будет. Главное, чтобы эта банковская структура была надежна. Захотела бы сотрудничать с муниципием. Допустим, определили банк А. Вот банк А под наши гарантии он будет брать не 30-40% от первоначального взноса. Потому что от стоимости квартиры в 20 тысяч евро. Я условно говорю, необходимо внести 7 тысяч евро первый взнос, но не каждый это может сделать. 10% подсобирают люди, что делать. То есть, это более посильная сумма. Вот 10% под наши гарантии. И самое главное, если в этой семье двое или более трое детей, мы могли бы оплачивать все проценты по процентам. То есть, ипотечно. От тела кредита люди сами погашают с тех зарплат, которые не получают. Таким образом, семья, работающая на муниципе, на муниципальных предприятиях, в школах, в детских садах, в поликлиниках муниципальных, два человека, если они работают, семья вполне могла бы позволить себе какое-то жилье. И мы бы могли бы увеличить, расширить категорию граждан. На 10 миллионов леев, которые были выделены, можно купить всего 20 квартир. Это не решает, это, знаете, кто-то получит. А почему именно эти люди получили? То есть, возникнет вопрос. Раззадорит и разозлит остальных граждан муниципи, которые нуждаются реально в жилье. А у нас на сегодняшний день 15 тысяч семей, которые стоят в очереди на получение социального жилья. Это разные категории граждан. Начиная от многодетных и инвалидов. Это еще со старых советских очередей. И вот до 21 мая этого года эти граждане должны перерегистрироваться в качестве, на основании регламента, который разработан. А в этом регламенте отсеиваются другие категории населения. То есть, вот что. Следующий момент. То, о чем мы уже очень давно говорим, и в данном случае специализируюсь я, как представитель земельно-строительной комиссии, так называемой, это рациональное использование земельного ресурса в муниципе Кишинева. В муниципальных предприятиях, в муниципе и управлении есть земельные участки, которые используются либо неэффективно, либо слабо используются. Либералы предпочитали их приватизировать и продавать, зарабатывать на этом деньги. Мы предлагаем сделать что? Мы предлагаем провести тендер. И вот, к примеру, есть участок 20-30 соток, который обязательное условие, чтобы этот участок не мешал при застройке окружающим людям, чтобы это не была застройка на детской площадке и так далее. Чтобы не было предмета скандала. Да, не было предмета скандала, спор и так далее. Вот если этот участок, на нем можно построить, допустим, девятиэтажку в 100 квартир, это 2-3 подъезда, как правило, 15-20% от общей площади, то есть 20 квартир, мог бы получить муниципий. Вот таких участков можно продлить около 30. Вот по моим скромным подсчетам, из того, что и по моему опыту мы ездим по городу, около 30 домов можно было минимум построить. Это 600 квартир. Это около 600 квартир. Ребята, 600 квартир. Это внушительная поддержка, это внушительное решение вопросов социального жилья. А мы видим огромное количество молодых семей. Вот, к примеру, няньки в детских садах, как правило, это жители, то есть граждане, жители муниципия, но живут в пригороде. И вот они для того, чтобы они не ездить каждый день работать нянькой за полторы тысячи лев, няньки полторы тысячи лев получают, уважаемые граждане, они вынуждены жить в детских садах. Да, есть какие-то нарушения. Это молодые люди, которые встречаются, влюбляются, женятся. Понятно, непонятно, чем они занимаются, но они живут в детских садах. Недопустимо, чтобы люди жили в детских садах, в каких-то коморках ютились. У них должно быть социальное жилье. И мы можем либо помогать им приобрести свое жилье, но только работая на муниципе. Соответственно, должно быть условие. Не так, мы тебе оплатили проценты, ты продал эту квартиру, потом дайте мне еще. Такого не должно быть. Должна быть предоставлена справка о том, что у тебя в течение пяти лет у тебя не было недвижимости. Потому что при администрации Киртуаки мы видим, люди, обладающие по две-три квартиры, судя, получали еще одну квартиру. Потому что надо было подкупить или надо просто зарабатывали взятки на этом. Вот 69 миллионов леев, которые выделяли на закупку квартир в качестве, тоже не должны были потратить. 69 миллионов леев мы могли обеспечить ипотечной поддержкой по кредитам огромное количество семей. Плюс дополнительно предоставление тендера, выставление на муниципальных участках на тендер под застройку еще раз 500-600 квартир. Мы приблизительно почитали, только исходя из этого за 2-3 года можно было выйти на полторы тысячи квартир, исходя из прозрачных нормальных тендеров. Еще раз повторюсь, там, где не мешало бы окружающим жителям. Другой вопрос, и мы созванивались с примарами пригородов муниципи, Трушен и Тагатина, с советниками этих местных советов о совместной разработке территорий. Вот, к примеру, территория, которая находится за Полтавкой, буйканами. Территория относится частично к Дурлешнам, частично к Трушенам. Вот совместно с примарими и местными советами Дурлеш, Трушен, либо Тагатина, либо Бачой, в зависимости от наличия коммуникаций и удешевления проекта, мы могли провести тендер, по которому застройщик выкупит частную территорию. И, пожалуйста, пусть он застраивает и нам даст процентом соотношения определенных комплексно, не беспредельно там по три этажей или слишком близко друг к другу, а по нормальным нормативам. По нормативам они должны, исходя из каждого гектара земли, предоставлять определенное количество социальной нагрузки. То есть детский садик, школа должно быть. Если это огромный квартал, обязательно должен быть детский садик или школа. А этого сейчас не делается. Делается формально для галочки, что это детский садик, на самом деле никакого детского садика нет. Именно так создаются комфортные условия для проживания. Именно так мы могли бы получить дополнительно к этим полторы тысячи квартир, которые мы сказали ранее, еще определенную часть квартир, пусть не 15 тысяч человек, которые стоят в очередях. Часть из них уехала за границу уже, часть из них уже возможно имеет свое жилье. Мы увидим вот в конце года, сколько перерегистрировалось граждан, но большую часть граждан, работающих на муниципе, повторюсь, учителя, врачи, воспитательницы, возможно полицейские, которые не получают, не имеют собственного жилья, мы могли бы помочь. Специалист, вот мы сегодня общались, специалист по сбору налогов в муниципе получает 3,5 тысячи леев. Секретарь главного архитектора муниципе получает 1800 леев. Вот кто будет работать на эти деньги в таком учреждении и не поддаваться соблазну коррупции. Первое, мы должны, естественно, увеличить, сократить аппарат премарии, увеличить зарплаты и предоставлять, если мы не можем дать зарплату 15-20 тысяч леев, как они получают на аналогичных, но в частных структурах, то есть, к примеру, проектант, архитектор. В нормальной структуре человек спокойно может зарабатывать до 20-30 тысяч леев, если хороший проектант. Архитектор, который работает в управлении муниципием, в управлении архитектурой, он должен получать приличную зарплату. И тот недостаток по сравнению с коммерческими структурами мы должны ему компенсировать социальными поощрениями в виде ипотечной поддержки социального жилья, либо предоставления социальной квартиры. То есть, человек, будучи родом из пригорода, либо из другого региона, он мог бы получить социальное жилье в момент работы на муниципе. Вот пока ты работаешь на муниципе, ты имеешь свое жилье. Хочешь свое частное, мы тебе поддерживаем процентом на соотношении, обеспечим тебе часть кредита. Закончил работать на муниципе, будь любезен, сдай социальное жилье, и это социальное жилье перейдет к другому сотруднику. Ну, идея интересная, я думаю, она заслуживает внимание и реализация. Я бы даже предложил пойти дальше, например, сделать такую, обратиться в счетную палату, в Центр по борьбе с коррупцией, прокуратуру, сделать ревизию, например, того, как выделялись участки под жилые строения на протяжении этих 10 лет, пересмотрев все это. Мне кажется, можно из вот этого класса бизнесменов выбить не один десяток квартир по причине того, что с такими нарушениями, так белыми нитками все эти контракты шиты. К сожалению, многие проекты, мы видим, к сожалению, о том, что часть вот этого продолжается. То есть, ну, во-первых, у нас либеральная партия в муниципальном совете осталась, раз. К сожалению, некоторые наши коллеги подвержены, ну, мягко говоря, влиянию либеральной партии, и все связано с либеральной партией. То есть, продолжается голосовать за беспредельные земельные проекты, продолжается распил муниципальной собственности, продолжается голосование за пузы, это зональные планы, которые будут в ущерб интересам жителей. Тот же знаменитый зональный план по Дечебал, кстати, за Элатом, уважаемые граждане, жители Ботаники, будет построено 38 домов, плюс один немецкий гипермаркет. Говорить о том, что там будет, у вас нельзя материться в эфире, да? 38 подъездов, 38 домов, мне кажется, это высоко. 38 домов, 12-этажных, 4 из них будут 18-этажные. Вот вы представляете количество квартир, там мы считали больше 2,5 тысяч квартир будет, это около минимум 2 тысяч автомобилей. На Зелинского старого, ну, там эту улицу можно хоронить, то есть, вкопать стол, потому что там ездить больше невозможно будет. Сейчас они собираются, вот в повестке дня, продолжение заседания будет 7-го числа, стоит изменение зонального плана бывшего рынка Алешина. Вот рынок Алешина, и он уже не работает. Вместо него собираются построить 3 этажа коммерческий комплекс и еще 15 этажей. И они собираются потом снести дом культуры профсоюзов, вот нам не нужна культура, нам нужен еще один очередной немецкий гипермаркет. Но самое главное... Ну, профсоюз немецких гипермаркетов... Профсоюз немецких гипермаркетов, самое главное, они даже не провели процедуру публичных слушаний. В нарушении закона этот вопрос стоит. И вот, к сожалению, мы не голосуем за эти вопросы, мы противимся, убеждаем наших коллег не голосовать за этот вопрос. Но вот, к сожалению, этот вопрос лоббируется, и наши коллеги, в первую очередь под воздействием либералов, они продвигают вот такие корыстные интересы в ущерб гражданам. И вот, если будет комплекс реализован, на Киевской, и Алешина и так пробка, Богдан Воевод, будет еще хуже ситуация, на Ботанике будет еще хуже ситуация. И так во многих. Вот напротив метра собирается построить огромный комплекс. Кстати, либеральный депутат собирается строить. Нам не предоставляют данные, ребята, а как будет решена транспортная развязка. Перед метра, со стороны метра, будет еще одна компания строить 1500 квартир, из которых часть уже, кстати, продана. Они еще не утвердили зональный план, но часть квартир уже продана. И вы представьте себе, с этой стороны 1500 квартир, с той стороны приблизительно 1500 квартир собираются построить. Это вечер, утром около 3000-2500 автомобилей будут въезжать в город. Что у нас будет на проспекте Дача? Там всегда было обычно мало пробок, только на перекрестках. А вечером эти улицы будут... Здесь новый знак. Да, проезд невозможен. Ну да, а вечером эти люди будут возвращаться домой. И у нас от зоологической до аэропорта всегда не было пробок, за исключением поворота к метру. У нас будет там пробка. То есть объяснять людям, это очевидно, что так и будет. Александр, время наше истекает, но хотелось бы все-таки, вот начав эту программу на достаточно положительной, такой позитивной ноте, вот так же и закончить. Понятно, что еще происходят вот эти распилы. Понятно, что еще, будем говорить так, либеральное влияние, как вы говорите, еще сильно... Оно закончится, когда будет новый состав муниципального совета. Я надеюсь, что в будущем составе у нас будет большинство в совете и будет свой примар. Тогда мы можем полностью реализовать все предвыборные обещания на благо граждан. Ну вот за это и спасибо. Я хочу еще один момент напомнить, уважаемые граждане. Мы посетили Дендрарий. Я буквально одну минуту займу ваше время. Было решено в Дендрарий первое. Мы за свой счет, за счет помощи спонсора, федерации, установили шахматные столы в Дендрарий. Это около 10 шахматных столов в раз. Было решено не делать велодорожку. Были предложения сделать велодорожку в Дендрарий. Тем не менее, люди гуляют, и это помешает. Велодорожку было решено сделать, и будет специальная велодорожка вокруг Комсомольского озера. Мы настаиваем, чтобы сейчас администрация, которые, они, к сожалению, распоряжаются бюджетом, а не муниципальный совет, чтобы они сделали велодорожку на Комсомольском озере. Тротуар, который возле плитка, где люди гуляют, именно была пешеходной зоной. В Дендрарий будет детская велодорожка, обучающая велодорожка со знаками, как полагается. А самое главное, мы предложили администрации, администрация нам предложила новый регламент. Они пытаются там что-то изменить. Мы предложили сделать еще выходы. Один выход в Дендрарий, люди с Комсомольского озера, которые гуляют, или в центр, не имеют возможности попасть в Дендрарий. Мы предложили еще два выхода. Они собой-собой природным ландшафтом предусмотрены, скажем так. Один выход – это возле мединститута. Чуть-чуть выше Штефа на Чалмаре, с правой стороны есть площадка, где можно обустроить выход. Еще один выход – это чуть-чуть дальше стадиона Динамо, где сейчас, к сожалению, стройка вплотную к Дендрарию. Кстати, именно за счет застройщиков можно обустроить еще один выход. То есть дополнительно для удобства горожан, именно так надо – застройщиков нужно нагружать социальной ответственностью. И не только. Спасибо большое за этот разговор. Будем дальше встречаться и следить за тем, что происходит в нашем главном городе и стране. Спасибо большое. Вы смотрели программу «Городская среда». У нас в гостях был муниципальный советник от партии социалистов Александр Одинцов. Оставайтесь с нами, будет интересно, мы работаем для вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова